Приветствую вас, друзья! Сегодня у меня на обзоре двенашка от компании Aura. Это Venom CL12, сабвуфер с заявленной максимальной мощностью 401 ватт и рекомендовано в стелс. Размер у него 30,5 сантиметров, штампованная корзина, бумажный диффузор, тырым-пырым на шатырым. Короче, давайте найдем русское описание, а то я тут переводить задолбаюсь. Что мне нравится у компании, это то, что они рисуют динамик со всеми размерами. Не надо искать сайт какой-то, где это все будет указано, тут сразу все есть, ребята. Это light. Посадка у него 277,2 мм, а глубина 132 мм. А вот и перевод подъехал, ребята. Подвес все-таки непонятно какой. Шайба полихлопок, подводящий плетеный с серебряным покрытием. Полтора дюймовая катушка, каптоновый каркас EISV. Высококачественный ферритовый магнит, 30. Никелированные ножевые терминалы. ГРМС 200 Вт, максималка 400, заявленный частотный диапазон от 25 Гц до 500 Гц. Сопротивление 4 Ома, чувствительность 89 дБ, QTS 0,6, эквивалентный объем 87 литров, резонансная частота 32 Гц. Прикольно. О, какая комплектация, видали? Одна наклейка, вторая наклейка. Ух, наклеить по себе. Куда-нибудь, кайф. Руководство пользователя есть. Видели? Со всей фигней здесь. Все вообще есть. Гарантийный талон тоже присутствует. Сверху двумя слоями картона закрыто, но один вырезанный. А вот и сам наш сабвуфер. Тут больше вроде бы ничего нет. Ничего себе пакет какой толстый. Толстая такая пленка, прям на теплице можно использовать. Вот такой вот, ребята, сабвик. Что-то между резиной и вспененным полиуретаном. Короче, очень интересный подвес. Он и мягкий, и в то же время упругий. Блин, прикольно. Средней такой толщины дифф, логотип Аура. 8 крепежных отверстий. Пенка составная, как на эстрадных динамиках. Так вот, смотрите. Сделана штампованная стальная корзина. Видите, да? Вот такие вот терминалы одинакового размера на площадке. Подводящие идут по воздуху. На дифф сюда. И в них приклеены. Шайба, кстати, жесткая довольно-таки такая. И вот такой, ребята, магнит. Вентиляция закрыта сеткой. Это хорошо. Фланец выступающий. Я его хочу поставить сейчас в закрытый ящик и послушать, что это за сабв. Насколько он широко играет. Насколько он музыкальный. Насколько он не расхлябанный. Давайте послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, играет он довольно-таки громко. С любой компонентной или коаксиальной акустикой, я думаю, сыграется вообще легко. Более того, даже с некоторой эстрадой можно слушать, даже в закрытом ящике. Все будет зависеть от ваших личных предпочтений. Могу сказать, что это на данный момент наверное, один из самых дешевых музыкальных сабвуферов, ребята. Очень дорого. Не нужна ему там большая мощность. Сейчас он играл вот от этого усилка. Подключен он в 4 Ом, а тут заявка 550 Вт. Видите, да? Соответственно, здесь такой уж прям большой какой-то мощности нет у него. Но вот его он раскачивает только так, аж в путь. Соответственно, если делать правильный ящик под него, то будет еще лучше играть. У меня ящик такой усредненный. Здесь около 20 литров грязного объема в этом ящике. В принципе, при желании, я думаю, с любыми динамиками его сведете, будет по кайфу играть. В общем, недорогой музыкальный. Музыкальный сабв. Это не насос. Это не для того, чтобы разваливала у вас машину. Это для того, чтобы у вас был сабвуфер в машине и был сабв бас. Если вам не хватает баса, присмотритесь. Очень недорого. Ссылочку на Яндекс.Маркете я поищу, постараюсь найти. Обещать не буду, но постараюсь. Еще как я не искал. Кто не хочет у меня, допустим, заказывать, чтобы не платить за доставку, можете на Яндекс.Маркете поискать. А так, ссылочку смотрите в описании, может быть, там будет. Вот такой, ребята, сабвуфер познакомил вас. Надеюсь, вам было интересно. Пишите свое мнение о таком динамике. Может быть, у кого-то уже стоит в машине. Может быть, уже кто-то от него получает удовольствие. А может быть, кто-нибудь, наоборот, его сжег с удовольствием. Мало ли. В любом случае, пишите свое мнение. Буду рад почитать. До новых встреч. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.